забеременела, то ли после того, как его родила, сразу она в рой пошла. Её туда как перевербовали. Такое впечатление, что он очень болезненный был, маменький. Такой какой-то несчастный. Ну, зато светленький как-то. Да, он... А почему? Потому что земного уже мало человеческого. Она уже была в рой. А уже была, да? Он родился какой-то, как больной немножко. И какой его домик был? Почему они жили в детнем домике? Почему? Потому что полезно для здоровья. Для ребенка? Как бы, да. Да и добраться, по-моему, там жили. Или приезжали и лежали, я не помню. А потом уже постоянно жили. Отношения у родителей были паршивые у своих. Он их как сослал туда, чтобы не галкало подругать. Да, 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 да. Типа забыть себе потомство. Я тоже взрослый. Разница в возрасте большая очень же была. У вас, да. Тебе было, наверное, лет шестнадцать, когда он родился, а я в пятнадцать. Вот такой ты уже подросток был. Да. Я помню, когда я уже уходил, чувствую приближение в последний раз. Вот на лестнице у нас стоял. Лестница. Так, водопад. Перилы такие красивые. Он стоит, его. Он что-то меня окликнул. Я так посмотрел на него и понимаю, что я в последний раз вижу. Убежал. Он болел. Бледненький такой мальчик. Ну как бледненький? Нормально, ну... Бледный, бледный, кожа бледная. Да, ну нормальный. Он просто очень такой возвышенный, неземной. Зимного... Энергетики такой нету. Такой вампир, я думаю, мамаша. Конечно. Не наберешь себе. То сестричка мне. Когда срет стену, то мамаша на земле. Первая земная мамаша. Молодец. Кто тебе... Вмажет. Не хотела, чтобы я ехал. Так эту пощучину, помню, как горит вот так, знаешь, на щеке вот такие ветерня такая. Она могла, а он там... Терня была нормальная такая. Кровая была. Это так, это запомнила. Агнеса фон Рауфенбекхстелла Агнеса. Два имени, а еще даже три. Коза. Ну, ты все равно добралась. Кто б сомневался. Камешки бы не остановили. Знаешь... Такой... Картина такая есть. Я забыла, кто ее рисовал. Незнакомка. Светисток девочке в полуоборота нет. Вот так просто смотрит. Лицо такое кругленькое. Она так и называется. Незнакомка. Реально я на нее похожа. Варстрогожские. Не знаю. Это у Маши похожа. Нет, нет. Я сейчас попробую ее набрать. Да. Жил этот художник в Острогожске. Забыл. Фамилию. Дин какой-то. Не Айвазовский. Вот. Да, я знаю. В черном этом. Да. Это его дочь старшая. Которая потом так замуж и не вышла никуда. Прикруговала одна. Я же не говорю, что она. Я говорю, что похожа. Вот типаж ты тоже. Да. Как и... Катя похожа. Да. Только сейчас все куда делаешь. В каком плане? Вот это вот все. Ты вспомни полгода назад. Да. Какая мордочка круглая была. Фамилию назови. Художника. Художника. А сейчас посмотри. Храмской. Точно. Да. С памятью. Беда. Я в детстве эту картинку видела. Я почему-то все время рассказывала, что это я. Потому что на меня очень похоже. Блин, ну капец. Мама так смеялась. Я говорю, она нифига не похожа. На скамейке сидит. Крамской там. Не было в музее Крамского в Острогожске. Там оригинал Айвазовского. Нет. Оригинал Крамского несколько есть. Обычный сельский. Там даже не сигнализации ничего нет. Очень дорогие эти картины висят. В Воронежской губернии. 120 км. К югу есть такой городок. Я вот тебе сейчас брошу видео. Давай посмотрим. Я полгода назад такая круглая хоре была. Это что? Вспомни. Посмотри на старые эти. Угу. Говорил я там платьишко тебе дарил. Зеленое. Расскажи с платьишко. Начинай. Могу с детства начать. Могу с платьишко. Давай с детства. Раз сорок. Я помню совсем маленькая была. Мне было наверное около полтора годика лет. Ты была на три или на четыре года старше. Вы жили рядом. У вас была большая усадьба. Белая большая. Такая дом здоровый. У нас был дом попроще. У нас каменный. Большой такой камень. Это не ракушняк. Это скальная порода какая-то. Мы жили рядышком. Мы приезжали. Время от времени. Это был какой-то праздник. Я не могу сказать что это был за праздник. Но наши родители. Твою маму помню. Молодую. Свою маму. Как может маленький ребенок помнить. Но я помню. У меня было платьишко фиолетовое. Такие колготочки. А у тебя костюмчик как бархатный. Такие бритцы ниже колена немножко. У тебя какая-то игрушка была красивая. Мы тебе только подарили. Это как праздник какой-то. Может там я не знаю. День рождения. Новый год. Что это мог быть за праздник. Не знаю. Мы были в детской комнате. Мы у вас были. Мы. Я и мои родители. Мы к вам пришли. И ты играла этой новой игрушкой. Я полезла к тебе. Чтобы у тебя забрать ее. Ну как так. Мне же интересно. Ты на меня сразу смотрел. Смотрел. А потом так толкнул меня. Я упала. Я начала плакать. Ты испугалась. Ты больше это был возраст. Посмотри. Нет. Не страшно. Я маленькая была. Мне года два-три может. Ну не больше. Я ходила плохо. Мне кажется даже меньше я была. Мне кажется года полтора такие. Потому что ты меня толкнула. Я в пихи упала. Я еще. Ну так. На жопу раз и села. И ревел. И ревел. И ревел я громко. И ты испугался очень. Во-первых. Ты испугался. Что больно мне тело. Во-вторых. Что сейчас придут. Будут смотреть. Что я ору. Так. Вот это первое. Что я тебе запомнила. Потом. Пока была совсем маленькая. Плохо вспомнила. Я помню. Я помню. Там. Это. У сын малыша. Она время от времени была пустая. Потом она. Приезжали. Я плохо запомнила. Пока. Вот. Лет до восьми. Наверное. Плохо тебя помню. Урывками. Был. Не был. Был. Не был. Приезжал. Выжил. А потом уже. Выжили. Постоянно. В этом зоне. Своей матью жила. Ты жил. Отца редко. Помню. Матью звали Агнешка. Она была. Длинное имя. Фамилия. А Агнешка это. Я ее звала. Тетя Агнешка. Отца твоего. Территория где-то Чехия нынешняя. Да. Или Югославия. Ну. Прошлая Югославия. Или Чехия. Там где-то там. Вот где-то тут. Да. Где-то в этом районе. У тебя дом был. Он был как летний дом. Или как загородная религенция. Отец жил где-то в другом городе. Отец жил. Он приезжал к вам редко. Вы жили там. Вы практически постоянно перебрались туда и жили там. В этом летнем доме. Мы дружили. Ваши. Наши семьи дружили. Ну. Наши родители. Мои родители были победнее. Свои побогаче. Ну. Как в соседях там не было больше. Так близко каких-то людей. Поэтому. Ну. Общались и дружили. Я так вообще помладывала. С повариха была. Забыла как ее звали. Вот не могу вспомнить. На вид вспомню. Никакую звезла. Толстая. Толстая такая. Да. Я к ней на кухне все время лазила. Не то, что там голодна была. Приду к тебе. А ты что-то читаешь. А там больше детей рядом не было. И я к поварихе на кухне. Она мне еще вишни заставляла. Косточки вытаскивать. На какой-то пирог. Ты спокойный был, пока был подростком. И очень молчаливый. А я как в дому залазила. Мне все время нудно было. Ты читать любила. Я любила у тебя забирать книжки. Читать любила? Да. Сколько себя помню. А я книжки любила забирать. И убегать с этой книжкой. Ну да. Комнату твою помню. Я ходила к вам, ну как к себе домой. Мои дети росли вместе. И разница там, не знаю, три или четыре года ты был старше. Это в принципе ни на что не влияло. Да. Совершенно. Потом у тебя брат родился. У тебя лет было может шестнадцать, может семнадцать, пятнадцать. Вот такой вот был возраст, например. У тебя родился брат маленький. Он полезный был. Мальчик. Светлые волосы такие. У тебя и как-то менялась она, не очень ко мне стало приветливо относиться. Ты как-то поехал. Какой-то город не идёт, что как Прага. Ну, я не уверена. Может быть это как накладка какая-то, ну вот такой вот город. и поехал к отцу на какое-то время. А потом, когда приехал, привез мне в платье зеленое, красивое, такое яркое, изумрудное. Мой любимый цвет. Мой тоже был. На все времена, на все в жизни. Красивое, очень яркое, такое оно изумрудное, вот прям. А потом ты и начал меняться. Как? Ты стал другим, ты стал слишком сразу замкнутым, таким нехолодным, а потом нервным, очень возбужденным, и мне все время рассказывал что-то. Я слушала тебя, мне было очень интересно то, что ты рассказываешь. Но мы к тому времени уже были так помолвлены, и мне не очень интересно было это слушать, если честно. А ты говорил о том, что будет вторжение, еще одно. И ты говорил, что нужно, чтобы люди все не думали, что это навсегда закончилось. Ты как показывал, что это то, что было, была первая волна, и сейчас будет вторая. Ты говорил, что необходимо. Ты стал уезжать часто, ты поехал к отцу. Там у него были связи. Такое впечатление, что он какой-то, вот не то, что просто администратор какой-то там был, или начальник. Такое впечатление, что он как с ипагетами, может он генерал был, или кто. Я его вижу, как в мундире в каком-то. Он редко приезжал, он редко очень приезжал к вам. Там это совместно. То есть, он на территории, он отвечает за оборону и управление. То есть, почти одно и то же было, военное и Графтинская администрация. Это сейчас РАИ, поэтому вояки одному РУ подчиняются Горевуд другому. Тогда это как будто все едино. Не странно, а вот территории, скажем так, немножко отличия есть, но мелочи. РАИ были какие-то. Ты поехал туда к нему, ты думал, что через связи и через то, что отец тебя занимает должность, тебе получится достучаться до людей, что тебя будут считать, как прислушиваться к твоей точке зрения, потому что ты же серьезный молодой человек. Я уже тогда была, ну, за 20, скажем, 22, может, 23, вот такой возраст. Ты там долго не пробыл, ты там пробыл 4 или 5 месяцев, не больше. У тебя ничего не получилось, но ты вытребовал у отца как свою какую-то долю, и ты за свои деньги начал что-то строить. Тебе нужно было ехать учиться. ты понимал, что без образования тебя не получится организовать. Ты собрался ехать учиться на военную какую-то кафедру. на время. Ты говорил, что есть еще время. Это тебе было, может, 23 года, может, 24 активы. Было еще время. Ты поехал. Ты говорил, что несколько лет. Я не совсем, я знала, что ты о чем говоришь. Я, конечно же, слушала, я жить хотела, просто молодая была. Просто жить. Ты поехал в Питер. Я не помню, как он назывался, я просто город помню. Ты поехал туда учиться, там была военная кафедра или академия военная. Или два или три года тебе нужно было там учиться, не больше, не такой срок прям шел аж непонятно сколько. По-моему, три, максимум четыре года. Это было как высшее образование. До этого ты учился как дома по книжкам читал много. И осталось. письма не приходит. А я куда-то писал. Да, писал. Я пришла... очень написал. Типа все хорошо раз два месяца. Но даже это не доходило от перехвата в враги. не скучала очень. Я пришла к твоей матери попросить, чтобы дала мне твой адрес. Не сказала, что поеду тебя искать. пока мы просто росли вместе, я все устраивала. Было все нормально. потом, когда уже мы выросли и стали у нас другие какие-то отношения, как стал вопрос о каком-то браке, о чем-то ей не нравилось. Мне были победнее намного. Не партия, не подходящая партия. Вообще она изменилась в последнее время очень сильно. Я помню, она мне пощерчину дала, сказала, что я это и думать забыла, и не смела думать. И она никогда не даст мне свой адрес, где ты живешь. Я не знала, где ты живешь. Я знала, где ты учишься. Отца своего помню, он был Павлый, а вот мать, я не помню, вы звали. Небольшого роста худощавая женщина. Я плапала, думаю, сумку какую-то собирала, как большой саквояж. И говорила, что я все равно поеду, все равно поеду. А она просто молчала и помогала, платье какое-то выдернула из шкафа, она его на руку вот так себе положила и держит. Ну, типа, едьте, все равно уже едешь, что с тобой ты делаешь. Такое впечатление, что я ехала на каком-то паровозе. Я помню эти вагоны такие. На паровозе я ехала. Я очень боялась где я тебя даду искать. Во-вторых, я боялась на твою реакцию. Ты же мне не писал полгода, мало ли что могло случиться. Я же не знала, что она письмо прячет. Хотя писала ты редко. Но все равно писала. Я думала вот уехала и все. И непонятно какая реакция будет. И помню когда я нашла тебе там в этом корпусе на улице. Там возрожденная территория была. Ворота такие высокие. Не знаю, метра три или может даже выше. Огромные такие ворота. Они были кованы из черного кованого железа. Красивые ворота. И там было все закрыто. Ворота открыты. И просто вот копка и все. И там как площадь плац что-то большое такое. Вы там занимались. Я не знаю, что за мужество было. Я помню, что я стояла руками и цепилась за эту железную обратку. Заходить внутрь было нельзя. Это закрытое было помещение. помещение учреждение учреждение. Да я бы не рискнула. Я просто стояла и смотрела. Там вас было много и искала где ты. Чтобы ты меня увидел и как-то прореагировал и встретиться потом. то я тебе увидела. Я платье зеленое надела, чтобы ты меня наверняка узнал и напомнить тебе, что ты мне дарил. Она была не только платье, там и шляпка такая же была. Тоже зеленое. с размером угадал или подшивал угадал. Я уже домой не возвращалась. Я уже там осталась в петере. На то время, пока ты учился. Это было почти три года еще. Около четырех лет ты учился. три с половиной где-то. Так я сразу полгода подождала, пока тебя не было, а потом поехала. Ну, на то время, пока ты учился, я уже там осталась. А потом мы вернулись. Ты начал вообще пропадать. Ты редко был дома. все какие-то чертежи, рисунки. Ты ездил, встречался, доказывал, кричал, объяснял. У тебя характер изменился, ты нервный очень стал. Много рассказывал и был очень раздражительным все время. Никто не хотел слушать, а меня грызло много чего. Никто не хотел слушать. Твоя мать объявила тебя сумасшедшим. Она сказала, что ты тронулся умом и ходила с несчастным видом. Ее все жалели, что бедная женщина, младший ребенок болезненный, такой, я не знаю, чего он такой болезненный прям был. И ты как умом тронулся. ходила и всем рассказывала, какой славный ты у нее парень был. И как такое несчастье произошло, что скорее всего ты тронулся. она пыталась опекать тебя очень сильно, ничего не меня не любила. Вот. А потом ты очень мастерный был, и ты пробился. Отец твой уже как в отставку уходил и жил в Праге, по-моему, все-таки. Он жил в городе, там, в большом городе, а ты туда перебрался на некоторое время. Тебе нужно было как штаб какой-то, а потом ты поехал дальше еще какой-то город. Ты чего-то своего добивался, а потом ты договорился, что будешь вот все-таки за свои деньги что-то строить, какую-то оборону поднимать. Там была оборона? Сектора обороны были, и тот регион, где жал дымы, где твой отец жил, он тоже отвечал за какую-то часть территории, вот за что-то отвечал. Ты туда как пробился как-то, и тебе разрешили там. Ты начал доказывать, что это все придет вторая волна. Ты именно говорил, что вторая волна будет, что это не только первый раз было, а еще будет, еще будет. А потом начали буквально до этого за недолго начали какие-то вести приходить, такие, что не только ты начал говорить, а как уже многие начали обращать внимание, что уже скоро-скоро что-то произойдет, впечатление, что цвет неба потемнел какой-то, и уже все ходили испуглами и все понимали, что ты говорил правду. Но ты уже до этого времени начинал что-то отстраивать, чертежи тебя были, и образование тебя было. Лагун. Да. Степосферники самой верхней. Большой такой огромный платформа. И... Несколько все построили, но они очень много золотисто-красные были, как, ну, не паруса, а как-то на этом нарисовано было снизу не логотип, что это, не знаю, как это. И он был большой, и эти огромные полосы выделялся очень сильно. Из всех его было видно и огромный был. Это был как флагманский. Ты-то так все деньги втюхал. Мать вообще там ходила выложит, и совсем сошел с ума все имения потратил. Отец уже тогда, ну, не то, что поддерживал, но он был напротив. Он уже понимал, что он военный человек и не глупый. Он понимал, что уже что-то происходит серьезное, его ты убедил. Но уже было поздно что-то делать серьезное. Ты успел флагман, и каких-то людей помню. Люди взрослые, тебе тогда уже было на уровне 27-28, вот так. Тогда люди уже взрослые, помню, такие лет по 35, мужики, они слушали тебя, ты им рассказывал, ты им что-то учил, доказывал, они не понимали, ты психовал что-то, но все равно доказывал. Я тогда тебя уже редко видела, ты слишком был, постоянно там пропадал на этих, я не знаю, что это было строй, или что, ты редко приходил. Но предателей не смог вычислить, ты и не мог. Ты не мог вычислить тогда, долго очень к тебе не относились должным образом, как считали, что, ну, непонятно, о чем ты говоришь. Никто не хотел верить в том, что это происходит на самом деле. То есть, они знали, что такая возможность есть, мы думали, что это, ну, зря ты поднимаешь панику, что такого быть не может. Бой помню, небо черное помню. Я тоже помню. Падение помню. Когда ты уходил помню. И бой, который шел в 72 часа. Трое суток шел бой. Пока вы сдались, пока вы не сдались, пока вы. Пока оборону прорвали. Выдержали оборону. Если смотреть в земли, это видно было просто, как темные силуэты из полох и очень большие какие-то высоко-высоко какие-то зорники. Невозможно было ничего нормально увидеть. Просто небо какое-то ужасное было. Какое-то насекомое, понимаете. Символично вот голову траву. Все. Я помню, когда ты погиб. Люди уже город практически оставили были. Уже практически никого не было. никого. Пока там стратосферники были, не могли большие подойти корабли с лазерами стальнобойными, чтобы бомбить наземную оборону. Извините, да? Все хорошо. три дня. Купили время. Это тоже много. Люди убегали, кто куда мог, прятались из города, выходили. Я не знаю, где там были какие-то катакомбы или что, куда-то они прятались. я не знаю, куда они уходили. Я не помню. Я помню, что уходили и сразу некоторые брали вещи, потом уже просто с какими-то клонками, а потом уже просто убегали, ничего не брали с собой. Те, которые остались надольше. я помню, что сидела на крыльце, я не шла внутрь, сидела на крыльце и смотрела, что было, и ничего не происходило. Я понимала, что там происходило, но не менялось. Ни наши корабли не ходили, ни другие не прилетали, ничего не было. Я понимала, что все город покинули и летели какие-то большие как. Я не знаю, что это было. Взрывы большие начались по городу. Там, там, там разрушения пошли сильные. Я не могу понять сейчас, что это. Я только помню, что разрушение раз и здание развалилось, раз и здание. Это я не могу сказать, что был прицельный огонь. Скорее как, знаешь, спеллили по... Почему-то отсюда падало. Дальше прилетало, да. там была огромная станция железнодорожная. Как паровозы какие-то стояли. И много рельс было. Я не знаю, что... упал. 8 или 16? Медленно. Очень медленно. Я услышала взрыв большой в небе. Я собиралась уходить уже из города. Я сидела, тебя ждала, а потом поняла, что нет смысла ждать, потому что я там погибла. Люди убегали, а я как дура была в этом ярко сделанном платье. Делая его в надежде, что вот там, где будет вся толпа, когда вы победите, ты придёшь, и чтобы там, среди этой тысячи людей много, чтобы тебе было проще меня увидеть. Ты же платье-то узнаешь, как же ты можешь платье не дать. По-любому. Трёх дней боя много только на платье, да. Только платье ты мог бы подумать. И я помню, оно пышное было, и я в этом платье бежала по улице. Мне неудобно было бежать с ним. Я помню, что я обрадывалась, услышала зрён какой-то огромный в небе, и остановилась, стала смотреть, и увидела, как сверху медленно-медленно спускается он, такая огромная платформа, и там были видны вот эти полоски твои флагманские. И он как, знаешь, как книжка закрывался, вот так складывался, когда летел. разрезала вот так по центру, вот, без этих энергопод... и тишина какая-то такая стояла, ужасная. Или это для меня так тихо всё было, потому что до этого гул был ужасный, ничего не слышно было, а потом какое-то на, ну, на какое-то время вообще тишина, тишина такая, звенящая прям, и ты так, как съёмка, медленно-медленно твой корабль так складывается и падает туда. И я знаю, что он упадёт или взрыв будет, и смысла нету. Я развернулась, и я понимаю, что я смогу подойти к тебе, может, ты ещё жив будешь. А потом вспышкой меня не стало. Я никогда не подошла и не убежала. Вспышка какая-то, может, я не хочу... Я до земли долетел. Да. Ты могла сама уйти просто. Я поняла, что тебя нет, Аня. Если ты земля долетел, нет, ещё медальон перед глазами с твоим грудкой. Как я-то вспомнил, у меня тоже мозг загорел немножко. Антигравы, они, там, такие цилиндрики, они, на их некоторые от красной ртути энергия идёт, и они, как потоки создают интегравы. Но, если выключить условно, то они не сразу выключаются. Там некий запас есть, идет, на который это держится, и медленно падение. А лазер под углом ушёл, потому что соседний сектор, он пробит, он голый. И там не сверху, не у нас, не нашу сектор, а вот как сбоку. кто-то подлетел уже и сбоку. То есть, у нас угол обстрела, ну, теперь всё, нельзя держать уже, даже, после трёх дней, сбоку-то, там, даже стрелять, ну, не было идти. У нас, вот, угол обстрела, 45, вверх, там всё было. Да и невозможно стрелять через генераторы этих силовок. Сверху-то силовое поле, и можно изнутри стрелять. Оно и держит воздух, и всё. А вбок не предусмотрено было. Даже нечем стоять. Кто-то там подкрался сбоку, и ну, нападение это было. Уже всё обессилено, почти как на планетке на этой. Уже конец боя, уже снова по ним. И всё вспомнил. Прошлый бой, и всё. Я и так вспомнил. А тут всё наложилось. И мозг сгорает как-то в тот раз, и твоя фотка, и повтор ситуации. Там был прямой через кристалл контакт, а тут я всё чувствовал, всех почти, тех, кто умирал, тоже. И тварь это сверху дает пост. Медленно, медленно падает огромная площадь платформы. Ещё живой, но понимаешь, что уже мёртвая. Вот так вот складывается в кучу, это не крылья, но что-то там раз, и вот всё вот так складывается, он падает так медленно. Я смотрел это твой корабль падает, ты падаешь, всё. Даже бежать уже смысла нет, если ты упал уже. Мне зачем куда-то бежать. какая тишина, тишина. Лисе. Я хорошо помню. Аликса больше нет. И Юнки нет. Да, опять разболелся. Последнее время уже все знали оторжение. Может две недели, может вот такой небольшой период времени. Может месяц или сила. Ну, как? Отец твою мать забрал в город уже перевёз. малого этого братца твоего перевёз. Вы уже в городе тогда были в резиденции или где вы там жили. я не помню как это называли тогда уже люди начали собираться и все начали пугаться. Тогда уже все понимали сразу пошли какие-то единичные расстазы что будет будет а потом уже батли уже все знали. Уже все как готовились к этому. Кто верил кто не верил но знали. А потом ты как на себя взял часть какой-то обороны ты молодой парень тебе сколько там 27 28 не знаю или 30 реально 28 вряд не было еще не исполнилось 27 да не исполнилось еще полгода еще было 5 месяцев до 20 весны и они тебя слушали а ты уже тогда руководила имей но это уже было перед самым концом ты просто один знал что нужно делать и ты один помнил врага и знал как бороться почти получилось не предательство пидоров вроде вайсхал то да все было бы хорошо и засранцев которые даже оборудование колокол этот московский царь колокол первый же выстрел это широкополосный так полем первая волна пошла он один раз выстрел все это для уже наземного десанта чтобы грохнет поле держал как у меня на флагмане были очень тонкие пушечки длинные тонкие большие но дальнобойные узкие лучи а там это широкополосный луч захватывал просто дробил простые все вибрациями рисковало заводской брак специально сделан агенты были предатели изначально саботажные да а то предатели переродились и получили свою масонскую лужу да их имена в старых компаниях Вистенхаус Вейсхалпт европейские эти твари все здесь прописали смотри тут зенек да да астрозенек и астрозенек сразу да накачивает накачивает как и легенда о Младибе как и в общем все и люди накачивают все эти ситуации ух мы живем в парадигме врага все фантастики нет привет 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 и и астрозенек и